с вами интернет-канал максимадзе и сегодня мы продолжаем играть в gta 5 и традиция короче говоря у тревера я перекрасил машину вот такой оранжевый цвет просто у тревера он оранжевым все помечено на карте я решил что можно пикап перекрасить также ух короче говоря сегодня мы что будем делать это завершающая серия второго сезона и 3 начнется и 3 начнется еще до нового года но закончится скорее всего после нового года до нового года вообще осталось уже совсем немного всего восемь дней это патч это чуть больше недели капец ребята уже скоро новый год вообще представьте себе скоро новый 2014 я имею ввиду в gta 5 2014 наступит а у нас это 2021 короче говоря блин какой тут срач вообще смотреть на это не могу переключаемся на майкла именно у него задание есть сейчас так где же машины то майклы я киностудия о далеко ладно давайте такси вызовем тогда а зачем вызывать вон блин ладно придется вызывать такси а вот еще одна стоите 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 можете подвести меня киностудии дэвид уэстон пообещал майклу соединить с его давним кумиром соломоном ричардсом кумиром майкл кинопродюсер и вот мы к нему сейчас и идем фух я сегодня весь день был на съемках снимали новогоднее видео на канале чё хочу то и ворочу сели на стол для увидите 31 декабря у него на канале не знаю будет ли он на моем канале фиг знает здравствуйте здравствуйте заходите вы наверно майкл да раньше у меня было три секретарши а тебе сейчас я сам себе варю кофе сам себе увлажаю видишь идут корабли но за стенами мы в безопасности нельсон вне поле полутон гад я же просил марс предпечатание уриона 2 дэвид уэстон говорил что вы фанат старший фанат страшный фанат дэвид уэстон он хочет чтобы вы меня убрали не что он сказал что вы уходите на покой но при этом вам нужна работа помощь работе на фильме майкл на похую на покой уходит только кретина они с моим им сынком хотят меня убрать и построить тут настоящий парк развлечений что-то вы у вас тут фабрика грязь может у них другие грязь конечно иногда я их понимаю знаете как говорится никогда не работай с детьми и животными но вот я хочу продолжить никогда не работай с режиссерами и актерами этот фильм меня просто убьет а он на чем идеальный проект действие происходит liberty city катастрофа все снимается вон там перед зеленым экраном мы берем финансовый кризис и свозим его в примитивную между двумя япи там полно тренировочного монтажа вот и в чем проблема милтон маккерлой я дала ему вторую главную роль потому что дешевый актер никакого кстати таланта у него нет но вот у него новый агент роко пелози он приставал нам к требованию пересмотреть контракт а теперь он решил задержать съемки до тех пор пока не получит гонор и в чем проблема была бы проблема если бежиссер хотел бы снять антон бодна слышал по такого неудивительно у него нервный срыв он обоссан и в какой-нибудь дыре вообще сейчас так короче похоже у вас есть новый ассистент но ублажать вас я не буду да я вас практически полюбил уже немножко не получилось идеально озвучить диалог во первых я сегодня устал после съемок во вторых открывайте но открывайте шлагбаум ну и парк ну и пошли вы нахрен но саламон я как раз тут занят этой штукой отлично вспомнил я вспомнил что из-за волнения упустил какие детали да это было очевидно вы хотите чтобы этого пелоси замочили не вне вы что плохая мысль не надо никого мочить просто научите его хорошим манерам верите ли он имеет большое влияние на это просто проучите засранцы верните талант на площадку в идеале настроены на сотрудничество ладно я попробую что-нибудь сделать они будут все в клубе говорят что это не клуб а скорее гадюшник антон и милтон должны быть там а пелоси должен их там подобрать отвезти к адвокату подписывать контракты если он узнает что в клуб отправится человек со студии он быстро их оттуда выдернет ладно буду действовать тихо увидимся на съемках пас джентльмены посмотрите на это что скажете это будет настоящий электронный рай шипучкой в бутылках ну все понимаете как у людей короче это будущее пелоси интертеймент дайте ко мне минуточку нужно закончить зайти джанни мы почти взяли клуб наконец-то можем действовать позаботься о них не дрейф там стоит кто-то надо аккуратно стоп а да он стоят два человека непривлекаемых внимание кошка кошка лезем мастер уж на так где лучше пойти здесь или здесь давайте здесь где лучше не знаю надо кто и лестнице как-то пробраться а джентльмен экскурсия закончилась вы возвращаетесь на съемочную площадку клуб закрыт старый перду а это что за сел эй ты оказалось что ребята просто обожают свои контракты так что они вернутся на и пойдут на площадку со мной посмотри к на эту мудаку нет я с ним сам разберусь это не кому-то не совершен Ну ладно Мы заключим новый договор Оставь моих людей в покое А я не буду скидывать тебя с этой крыши Окей, окей Разумеется, разумеется Ладно Возвращаемся на площадку, ребята Постой Ты можешь запугать блондюгу Но людей искусства запугать нельзя Нельзя запугать людей искусства? Сейчас я тебе бояку сделаю, блин Кем ты себя возомнил? Ты просто раз... Я не охранник, я ассистент Соломона Хватит, ладно Я сделаю этот мерзкий фильм за нищенский гонорар Я сделаю все, что хочешь Абсолютно то, что хочешь Только перестань Наконец-то вы пришли с себя Я отвезу вас на студию Блин, она далеко или нет? Эй, Милтон Кажется, ты должен извиниться Перед мистером Ричард Солом За те деньги, что он не платит Извиняться должен он Прямо линейно и грубо Не совсем хорошо сыграл Дела она как-то... Тебе повезло, что ты вообще работаешь Ты чё шутишь, да? Я художник Я... Ты попросишь прощения Когда увидишь Соломона Скажешь, извините за недоразумение, сэр И ты всегда будешь благодарен ему За те возможности, что он тебе предоставил Потому что я просто хотел добиться условий попроще Так, и куда же мне эту штуку посадить? Когда на студию прилетал Дэвин Уэстон Он воспользовался пустым бассейном Отлично, тогда мы последуем его примеру Офис Соломона здесь, идём Я немного взволнован Какой чудесный сюрприз Антон, мальчик мой Я знаю, ты ведь художник А этот сценарий искусства в чистом виде Примитивное полное клише куча дерьма Из которой ты сделаешь сказку Давай, соберись Я тебя обожаю Так, Соломон Милтон кое-что хочешь сказать Говори Я просто хочу сказать Извините за возникшее недопонимание, сэр Я благодарю Я благодарен За все возможности, что вы мне предоставили О, конечно, конечно Майк, что тут сказать? У вас просто талант И я вас люблю О, спасибо за комплимент Не, да, это от всего сердца Боюсь оказаться ненавязчивым Но могу я к вам обратиться? На этом проекте, похоже, лежит проклятие Поэтому мне нужен помощник продюсера Я бы с удовольствием Мы ещё поговорим, мне пора Да, конечно Я стал ассистентом самого Ричардса Обалдеть Оууу, Мартин Мадрасо Здравствуйте Как продвигается ремонт? Хорошо Мне надо с тобой поедаться Приезжай на Лауфуэнтово, было Моё ранчо Захвати с собой мистер Клинтон Франклина? Я его почти не знаю Не хочу его втягивать в это дело Тебе понадобится еще пара рук Есть один парень, Тревор Филлипс. Мы с ним партнеры. Ладно, мои люди с ним свяжутся. Что ж, Мартин Мадраса предлагает нам работу. Просит кое-что, что-то там сделать. Приехать к нему на это. Куда-то там я сам... Блин, Тревор, ты надо мной угораешь, я не знаю. Он еще и пьян немного. Покачивается он как... Майкл Десанто порекомендовал вас для дела. Вам стоит приехать на ранчо Ла Фуэнте Блача. За Сенора Роуд. Мартин Мадраса. Сначала... Надо... Сначала я бы хотел сменить себе одежду. Вот где он живет. Да, домишко у него. Хотя одноэтажный, но он, видимо, богатый. Интересно, интересно. Что это? Ты сказал, что тебе нужна работа? Вот работа. А кто этот парень? Увидишь. Да? Оу. Ко? Привет. Нам нужен мистер Мадрас. Патрися. Мать твою, впусти их. Сюда, джентльмены. Патрися. Принеси нам выведь. Быстрее. Тебя снова видеть, Майкл. Аналогично, да. Это мой друг Тревор. Садитесь. 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 Что ты ему сказал обо мне? Мартине Мадрасу? Тревор, Мартин Мадрасу, мой старый друг. Не, правду расскажи. Мартин. Он страшный психопат, который пытался меня уйти. Вот, это уже другое дело. Но люди боятся меня уже не так, как раньше. Мои близкие в том числе. Мой двоюродный брат. Майкл, ты знаешь его? Похоже, он собирается дать против меня показания. Так что поручи кому-нибудь убить. Ну вот, я так и сделаю. Я поручу это тебе. Но мы уже давно в расчёте. Ну же, окажем мне услугу. Другу. Или в наши дни дружбы уже ничего не значат. Эй, эй, эй. Подождите, в чём дело? Вот он. Хавьер. Сегодня он вылетает в Либерти Сиди. С моими файлами. Безобидными файлами, которые... Я хочу вернуть. На холмах у нас припятана пушка. Мой человек следит за тем, что происходит в аэропорту. Мы будем держать вас в курсе. Когда он будет пролезать мимо, сбейте его и сберите файлы. Я в деле. Сколько заплатят? А. Да ладно тебе. Тревор. Выбить хотите? Не сейчас! Идиотка. Ты не видишь, я тут разговариваю, бля. Ладно. Возьми машину, что-нибудь универсальное. Такое, я займусь оружием. Если что-то нужно, я на связи. Ну че ты дверь-то не закрыл, бля? Да, машинка, кстати, прикольно внутри выглядит. Но от третьего лица все же удобнее. Так, долгая поездка сейчас предстоит. Но это нас не пугает, я думаю. И эта миссия очень прикольная, мне очень нравится. Да, блин. Правильный вопрос Тревор задал. Майкл, ты на связи? Я еще не в обсерватории. Я тут, короче, мотоцикл одолжал. Кстати, я знаю, почему ты привез меня в дом того парня. У вас с ним много общего? Что? То, что он жуткий псих, и у тебя много общего с ним? Че за дела? Мы должны на него работать. Мы никому ничего не должны. Но я тебя понял прекрасно. Ты о чем? Про всю эту ацетскую фигню, артефактики и так далее. Что? А, ничего, короче. Блин, правильно Тревор задал вопрос. Во, точно, точно, вот сейчас он говорит. Сколько Мартин заплатит нам за это? Хороший вопрос, действительно. Че, он нам просто адакш или дал работать? Наградить он нас должен. Я думаю, что обязан за это дело. Задание сложное, но очень интересное. Так, я, короче, понял, куда нам надо. Нам надо вроде бы в обсерваторию Галилео двигать. Там находится тот самый фургон, в котором находится пушка. Из которой мы попробуем сбить тот самый самолет, в котором летит кузен Мадрас. Че там, это самое, да? Сейчас. Вот, о, доехали. Вот то, что он своего родственника собирается убить. Это, конечно, как по-моему, не очень прикольно, потому что... Все-таки он родственник. А он... Ну, несмотря на то, что даже тот против него показания дает, мне кажется, это плохо. Вот он, тот самый фургон. Офигенный фургон. Мне он очень нравится. Где пушка внутри? Дайте, посмотри. Ух, ничего себе, пушка какая внутри. Вот это прицел. Трайвер, если бы ты увидел эту пушку, то понял бы, что с Мартином шутки плохие. Чем толще пушка, тем трусливее ее хозяин. Сбей уже, наконец-то, этот самолет. Он еще не прилетел пока. Вот он. Красная точка. Вот он, прилетел в центр города. Нужно целиться в точку перед самолетом. О, попадание. Еще на попадание можно. Ха-ха, отлично. Красота. Птица уже потеряла мотор. Он падает. Так, я не буду сейчас читать, потому что мне, хоть сейчас вообще нельзя отвлекаться от дороги. Можно запросто во что-то врезаться. Если интересно, то читайте сами. Сейчас будет прыжок. Через две полосы. Через автобус. О, обожаю прыжки. Когда они удачные. Долго падает что-то самолет. Пилот-пилот старается изо всех сил удерживать самолет в небе, но у него не очень пока получается. Самолет упадет, это точно. Только вот когда упадет, это очень хороший вопрос. Да, до полосы они не дотянут этот 100%. Полоса далеко очень отсюда. Продолжение следует... Вот от первого лица кажется, что ты быстрее едешь, но на самом деле, нифига. О, повезло сейчас. Да блин, как он еще держится, я что-то не понимаю вообще. Ой, я что-то подторможусь. О, дом! Как дела, Рональд? Он скоро упадет в любую минуту. Надеюсь, он не раздавит никого там хотя бы. Тут метанфетамины выращивали. Страна Тревора Филлипса, да? Как же я соскучился по ней. Ты бы как-нибудь заехал. Знаешь, я, пожалуй, пас. Просит бога, чтобы они не разбились. Все, а сейчас упадет. Упал почти уже. Блин! Как не очень получилось. Вот в самый неподходящий момент камера отвернулась. Извините, извините, что не получились красивые кадры. Камера очень внезапно отвернулась. Пилоты не выжили. Эй! Подарок от Мартина Мадраса. Никто, кроме Хавиера, этого не выжил. Ти, как все прошло? О, отлично, отлично. Просто отлично. Файлы у меня. Отвезу их в Мадрасу, и я объясню вам, что нам обошлась эта операция. Только не кипятись, послушай меня, поговорим позже об этом. Пока просто отвези файлы. Я избавлюсь от виндовки, потом поговорим. Фуай, блин. Ух, и на офигенном фургоне уезжай. Уничтожить фургон? Зачем? Красивый. Прикольный фургон. Не хочу уничтожать его. Фух, нашел наконец. Часа, наверное, искал его. Потерялся вообще, где обсерватория Галилео находится, забыл и так далее. Вот здесь где-то. А, тут людишки. Ну ладно, фиг с людишками. Блин, а у меня что, нету этого? Липучек? Ооо, бензин очень плохо в снегу видно. Хорошенько бомбануло. Ооо, сейчас пожар начнется. Фух, господи, как я задолбался это место искать, а. Заблудиться можно тут на самом деле в городе в этом. Куда нам надо обратно? А, Трайор? Что? Планы изменились, но раньше ехать не придется. Встретимся на Стонет Семент Воркс. Это чуть-чуть дальше по Сеноро Роуд. Тревор, ты что там задумал? То же, что бы ты делал на моем месте. Тревор. Что-то мне не верится в это. Да, машины-то у меня нет. Здравствуйте, можно заказать такси? Такси уже поди. Хорошо. Спасибо. А куда вы приехали? Пожара уже нет. Он потух уже давно. А нет, не потух. Еще горит до сих пор. Ну и где же он? Забыл про свет вообще. Что за фигня? Откуда у тебя такая тачка? Этот кусок говна? Неудивительно, что люди предают его. Что произошло? Что произошло? Дебил. Я не понимаю его. Зачем ты имеешь дело с такими людьми, а? Ну, совсем не понимаю. Да что такое? Тревор, отвечай на вопрос. Я попросил его честно оплатить проделанную работу. Но он слегка вскипел. И я тоже не сдержался. Ты его убил? Ты что, думаешь, я животное, что ли? Нет, я его не убил. Но я похитил его жену. О, нет. Что ты наделал? Тоже я тебе сказал, что я наделал. Ох, к сожалению, нам придется залечь на дно. Ну, ты понимаешь. Позже мы обсудим ситуацию с Мадрасу. Лезь назад. Патриция уже заняла переднее сидение. Я знаю прелестное местечко, где мы можем зависнуть. Знаешь, такое тихое, мирное. Убежище, если угодно. Домик в лесу. Понимаешь, о чем я говорю, да? Тревор накосячил. Сейчас опять жестко вообще, сейчас накосячил. Короче говоря, блин. Это самое. Тревор похитил. Вон, на задние лапы ты вставать-то умеешь. Лови, блин. Похитил Тревор жену Мардина этого. И теперь лучше скрыться за городом. Он будет искать нас, чтобы убить. Сэнди Шорст, это подходящее место, чтобы скрыться. Давай, неси сюда. Ладно, на этом мы закончим первый сезон. Всем спасибо за просмотр. С вас, Легус, подписывался в мини-эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал. Также на группу ВКонтакте подписывайтесь. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok